Вы думали, что будет война? Нет. Никогда. Мы думали, что это как-то, ну, может, начнется, но мы как-то все это быстро закончится. 7 марта очень сильные были бомбардировки и... Ну, очень страшно было, и мы решились на этот шаг. Я, по крайней мере, ради ребенка, чтобы он не слышал взрыва. Решились и уехали. Мы спустились в подвал. Сразу. Я еще собиралась на работу идти. Не верила, я работаю учителем в школе. Я убегала от войны, и поэтому было принято решение приехать в Польшу. Сложно на погранпереходе было, потому что мы пересекали, ну, мы не на машине, а с сумками. Ребенок нес сумки, я несла сумки. Мы сели только в пятый поезд, который отправлялся. Поезд штурмовали женщины с детьми, со стариками. С границей мы переходили очень тяжело, потому что это было ночью. Где-то мы проходили 14 часов границу. Очень тяжело, ночью холодно было. Ну, мы прошли. Эти крики, это, наверное, останется на всю жизнь. Стараемся сказать, ну, опять же, если не заряжены телефоны, связи нет. Потому что там, где живут мои родители, нету света, и они, ну, вот. Еще один сын тоже остався. Одному 27, одному 28. Ну, как, он постоянно спрашивает, где папа, хочет домой. Ну, и так. Со мной мой ребенок. Он сейчас в безопасности, это самое главное. Конечно, хотела вернуться домой, там мой дом, моя семья. Там хорошо. Пока наш дом не вредим, но очень надеемся, что так и будет. Но главное, чтобы люди не погибли, как бы. Мы готовы на то, чтобы лишь бы закончилась война, мы будем, ну, как бы, работать на то, чтобы все отстроить. Я не знаю, кто победит, я просто хочу, чтобы был мир. Мир. Все живы, все здоровы, все целы, все. Мир. Вот. Продолжение следует...